Академика Российской Академии Наук, приятная дистанция проблем в механике, председателя комиссии по наследию Академика Шукова в Аккулера, в Черномыске, приятная дистанция. Уважаемый Иисус Ильич, гость, я здесь гостя, я не архитектор, поэтому я начну с того, что могу, неудобно достижение Шукова, которые далеко выходят за архитекты. Это, безусловно, генеральный русский инженер, ученый. Он окончил салатой медалью императорское техническое училище. И когда он учился, то великий русский математик Чебышев, председатель математической школы, предложил ему заниматься салатой медалью императорской школы, Шуков отказался. Он уже видел себя, и он и встал. Проведя после окончания университета год стажировки в Соединенных Штатах, кое-что он воспринял. Оттуда, безусловно, открытие Шукова сделал очень много. Это не только герболойные башни, различные перекрытия, о чем вы, как архитектура, знаете, лучше меня, но ведь Шуков был изобретателем коррекции процесса, процесса перегонки нефти. И когда в 20-е годы возник спор, между американским изобретателем, кто, наконец, является автором этого процесса, этот процесс, как вы понимаете, он, когда пришло время бензина, пришло время широкого использования нефти, это был один из самых крупных народных успехов, достижений, в области. Оказалось, что первым, один, подбежавший Шуков, и это будет второе международное сутро. Таким образом, Шуков пошел в истории еще и как изобретательный директор процесса. Он построил первый в России нефтепровод, построил огромное количество сооружений, начиная от барж, мостов, зданий и так далее. Еще один интересный факт. Когда была знаменитая выставка в 1896 году в Нижнем Новгороде, и, как известно, это было время, когда Россия расцветала, понималось как-то развитие в России искусств, культуры, международных дел. Шуков там построил башню. Эта башня, кстати, была на поле перелезена в Нипецкую область, и стоит лично вот так. Может быть, она на одной из фотографий здесь не мелькает. Так вот, на этой же выставке наш знаменитый лиценат Александр Иванович Мамонтов принимал участие в делу в своем взносе. Он построил специальный пабельон, который выставлял с Баном Румеля. То есть, Шуков находился на льду Детей Вселенного века. Он был современником тех людей, которых мы считаем творцами Вселенного века, в области живописи, в области болезни, в области культуры. А вот он вот в области инженера наделал, таким человеком. И, к сожалению, вот недостаточно чтут в России инженера. Ведь смотрите, англичанин очень ценен Брюннелл, знаменитого английского инженера. Он популярен там на ровне с Ньютоном и Даром. А у нас инженеры вот хорошо наконец появился Пайк. Большое спасибо скульптору, который был развит замечательный Пайк в Москве. Там стоят они в поэте, в основном. Поэте тоже, конечно, заслужены к этому. Но вот такой инженер Каджуров это мечты, по праву тоже стоят на выворном кольце. Так вот, у нас в Академии наутра уже несколько десятилетий существует комиссия вот у нас не душу. Ее возглавлял наш замечательный ученый Академик Ишлицкий, имя которого носит наш институт, один из участников космического проекта, который создавал для космического аппарата полиэкспертической системы. И теперь будучи директором института, я являюсь представителем комиссии, мы проводим различные водопероприятия. Вот, недавно мы провели слушание посвященное демонстрирование. Здесь выступали на этих слушаниях академии наук, выступали многие наши известные ученые, академики. в частности, один из их, ученые спорядки России, занимается достаточно конструкцией, конструкцией ракеты. И там тоже используются свечные конструкции. Здесь вы можете найти фотографии, здесь какие-то были показаны. И вот такая книга с обмененной механикой развития детей-шимового половиста передавок. Здесь разные аспекты развития детей-шимового. Это не механика, а ведем до ученых. Он был ученый, которого наш замечательный, великий, крогостроительный математик Крылов, академик Крылов, рекомендовал академию науки Шукова и старых учебных академиков. Хотя он не рассматривал наутие свою научную теорию как главную главную инженеру. Создать блок с оружием, конструкцией, аппаратом. То есть разные аспекты творчества Шукова. Механика, строительство, архитектура, нефтяное тело. Вот такой широкий форум этого замечательного человека. И мы продолжаем, комиссия продолжает свою работу. И мы в рамках академического предприятия планируем в будущем году организовать семинар. В будущем семинар, посвященный Астону Шукова, и рассмотреть еще раз его работы, рассмотреть на них современные аспекты. Так что я только напоминаю, что Шуков был не только архитектор, но и был все дающиеся личности, которые может коротиться Россия.